Все напоминает дом. Больше комфорта, больше уюта. А в окно выглядываешь, там решетки. В Шипановской колонии отбывают наказание 302 осужденные женщины. 40 из них на хорошем счету. Зарекомендовали себя с положительной стороны и теперь находятся в более комфортных условиях. Именно им фонд помощи заключенным и сделал подарок. Обустроил реабилитационный центр, некий аналог домашнего быта. В распоряжении женщин теперь и комната отдыха, и спортивная зона. Я пенсионер. Все равно на улицу стоят, где у нас не тренажеры, а спортивное оборудование, где можно заниматься. Здесь проще будет минутку уделить, сколько-то времени, чтобы тот же обувь покрутить. Малимба, фигуру свою привести в порядок. Я всю жизнь занималась спортом. Сначала плаванием, потом гимнастикой. Мне нравится заниматься спортом, поэтому мне понравился больше уголок. Мне больше обручи понравились. Обручи, велосипед и степ. Кухонный гарнитур, микроволновка, мультиварка. На покупку бытовой техники и тренажеров фонд помощи заключенным направил 600 тысяч рублей. Делать ремонт, к слову, помогали и сами осужденные. Реабилитационный центр в Шипановской колонии стал единственным в Алтайском крае и 24-м в стране. Открытие подобных учреждений преследует несколько важных задач. Создать другие условия, бытовые условия, улучшенные для подготовки к освобождению. Потому что очень важно женщинам, конечно же, вспоминать свои навыки ведения бытового хозяйства. У некоторых до заключения их и вовсе не было, поэтому здесь у них есть возможность приобрести за полгода до освобождения эти навыки. Условия, приближенные к домашним, помогут осужденным адаптироваться к жизни на свободе, говорят специалисты фонда помощи. На базе центра также будут работать и некоммерческие организации. К примеру, центр занятости, который поможет женщинам сразу после освобождения выйти на работу. Валентина Аскерова, День с толком.